Ну да, тему такую предложили живой овсяный кисель. Доброе утро. Наверное, очень кратко. Я просто... Информации сейчас очень много, но я расскажу, вот почему меня эта тема заинтересовала. Как-то я слышал, конечно, об этой теме и знаком, естественно, вот с учением Уголева о том, что можно либо кормить себя, либо кормить свою микрофлору, а она будет кормить тебя. А тут вот ехал со знакомым, у него четверо сыновей, и он мне так говорит между делом, что, значит, вот он всех сыновей, богатырей вырастил на овсяном киселе. Но я понял, значит, что-то это в каком-то смысле мне отчасти адресовано, раз такие случайности, потому что, помните, как Анатоль Франц сказал, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Ну и вот он мне рассказал уже из своей практики, и я в двух словах вот его рецепт вам расскажу. Ну, понятно, что овес – особое, наверное, растение. По крайней мере, я когда в спорах с мясоедами начинаю приводить какие-то аргументы, всегда они говорят, ну как, если мясо не ешь, откуда сила? Я, в пример, привожу коня, который ест овес, да, и, значит, готовит он этот живой кисель овсяный следующим образом. То есть берется овес, лучше всего в пропорциях половина голозерного, половина вот прямо с чешуей, что называется, вот такого. И овес промывается хорошо, и сутки просто замачивается в воде, вот, сутки в воде. После этого сбрасывается этот овес на друшлат, промывается еще раз хорошо. Ну, и уже процедура проращивания, она в разных ситуациях, либо на друшлате, либо там я просто беру тазик такой, так сказать, потому что лучше делать сразу и побольше. И где-то в зависимости от температуры, ну, от суток до двух суток проращивается овес, вы увидите там, он должен наклюнуться. То есть вот оптимальный вообще росточек, когда максимум всего полезного концентрируется в зерне, это миллиметр, буквально вот размер росточка миллиметр. Ну, и после того, когда он пророс, его нужно очень тщательно промыть, потому что зерно, когда прорастает, оно для защиты от птиц выделяет разного рода ингредиенты, которые птиц отпугивает. Это он может и горчить непромытый, и немножко какие-то другие моменты. То есть вот после того, как он пророс, его нужно еще раз очень тщательно помыть вот в воде. И после этого просто я запускаю его в обычную мясорубку. И мясорубка пропускает на выходе, получается такая кашица, поскольку он влажный, то иногда, если мясорубка там чувствуется ей туговато, чуть-чуть водички можно добавить, ну, чтобы получалось на выходе действительно такая масса тестообразная. И после того, как овес промолол, кастрюля, и заливаешь этот овес водой чистой, естественно, желательно такой ключевой, питьевой, да, но это не вам рассказывать, что воду нужно пить только сырой, и она, только такая вода способна структурироваться, нести информацию особую. И примерно на полтора-два сантиметра выше самой этой кашицы. То есть заливаешь водой так, чтобы появилась вот эта горочка над кашицей овсяной, ну, где-то сантиметр-два, вот в таком примере. Ну, вот я в объемах не скажу, как это будет получаться, я просто наливаю, пока не наполнится полностью эта кастрюля, и вода встанет над кашицей. Кажется, она все равно так останется внизу. То есть вот должен быть слой воды над кашицей. Вот. И после этого, ну, просто руки, я обычно или в перчатках, или руки чисто помыл, ну, я сам так делаю, я просто беру руками, и вот очень тщательно, ну, как вот, стираю, отжимаю, там, так сказать, чтобы отмыть по возможности все. Ну, в общем, это вначале так просто вот промыл. Потом беру просто пригоршнями, потому что технологии тут могут быть разные, может быть, на друшлат проще отбрасывать. Ну, я, например, просто так беру потом, вот после того, как промыл, беру вот сколько берется этой, и начинаю отжимать руками. И вот то, что у меня в руках осталось, это в другую кастрюлю. И вот так. Ну, а потом через друшлат сливаю остатки, и опять же вот то, что осталось у меня, отжимаю руками. Там получается достаточно сухая такая уже, масса во второй кастрюле. Вот первую порцию воды, которая осталась, это и есть уже вот готовый, что называется, продукт. Вот. После того, как, после первой этой процедуры, заливаю эту оставшуюся уже сухую массу водой повторно. и заливаю водой где-то уже без горочки воды, но заливаю так, чтобы весь овес погрузился в воду, и дальше оставляю в таком виде его часа на три. То есть, чтобы он вот уже теперь впитал воду там остатки и отдал что-то свое в воду. И через три часа примерно та же самая процедура, как и в первый раз. Опять, значит, отжимаю овес, опять довожу его до сухого состояния, и опять перекладываю в другую кастрюльку. А вот первую часть воды и вторую часть воды объединяю, и получается вот тот самый живой кисель. Но на вкус он, для меня, например, вкус не самое главное. Как-то я уж так себя настроил, что, ну, как бы пища прежде всего должна быть полезной, и вкус меня так не очень, значит, как-то нервирует, что называется. Поэтому можно его пить и сразу, естественно. Но вообще наиболее ценный кисель, это кисель, который ферментизируется. То есть, если его оставить в тепле, ну, я только так тоже сейчас употребляю его. Иногда даже в комнате оставляю там на несколько часов. Потом в холодильник. Некоторые сразу ставят в холодильник. И примерно если сутки он постоит, то он подкисает. То есть, он идет ферментизация. И вот этот процесс, как я понимаю, он и есть тоже самый ценный. Когда формируются некие ферменты дополнительные, вот кисель просто сквашивается. Ну, и, в общем-то, женщины все знают, только единственное, что из мертвого зерна обычно это делается, да, из хлопьев. Примерно процедура та же, только там зерно мертвое. Вот, и он подкисает. И вот это и есть самый ценный продукт. Он содержит, вот вообще пророщенное зерно, вы это знаете, там, если посмотреть линеечку, там, я как-то таблицу такую помню, по вертикали, скажем, продукт, там, помидоры, огурец, там, персик, еще чего-то. А по горизонтали все виды возможных микроэлементов, там, витамином, так вот, если вы против каждого продукта найдете 3-4 крестика, в лучшем случае, то пророщенное зерно, там, крестики будут сплошные, да. Вот, поэтому вот это все, и вот, по словам, так, тех, кто действительно этим занимается профессионально, это не уступает по ценности грудному молоку материнскому, потому что там есть все буквально, вот все, что необходимо для ребенка. И у меня, вот, мои там, друзья-сыроеды, ребенка выращивают вот такими методами и на сыроедение, ну, и, говорит, врач из всего округа, московского, там, у меня приятель, вот, говорит, удивительно, они ничего не говорят, как его кормят и воспитывают, но он говорит, по всем показателям, ваш ребенок какой-то особый, на всей территории округа медицинского. Вот, это вупрек мясоедам, которые считают, что без мяса невозможно вырастить здорового ребенка. Ну, вот, оставшуюся вот эту сухую массу, я тоже все-таки ее не выбрасываю, ее тоже еще раз заливаю водой и просто оставляю в теплом месте, и опять это все подкисает, и становится, ну, просто уже водичка такая, которую вместо питья. Точно так же, как вот, березовый сок, березовый сок, если берешь свежий, это одно, а если он постоял сутки в теплом месте и подквасился, то это просто получается совершенно другого вкуса продукт, такой ценнейший тоже, на мой взгляд. Каждую весну надо начинать с березового сока, он такие особые, тоже мистическими свойствами обладает. Ну, вот, пожалуй, что... Поэтому вот остатки тоже, ну, там, попил, еще раз долил, то есть так потихонечку там, ну, когда уже там действительно ничего не остается. Ну, вот примерно, наверное, и весь секрет. Вот, вот, а дальше есть разного рода рецепты, вы где-то найдете. Вот, значит, книжка, я хотел санаторию ее подарить, написал, что вот этому замечательному санаторию, чтобы и работники санатория, и каждый из посетителей, вот, как-то хотелось бы мне пожелать здоровья и добрых случайностей, потому что случайности они все от Бога, так что я хочу... Вот, а книжечка, она только что вышла, называется «Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы». И вот матрица держит нас, конечно, прежде всего это в зоне питания, потому что на продуктах делают деньги, и нужно организовать питание так, чтобы человек не соскочил с затратных механизмов, чтобы он ел мясо, потом покупал таблетки и так далее, и так далее. Так что, Сергей Юрьевич, я хотел бы вручить вот этот символический подарок вашему замечательному санаторию, чтобы вот эта случайность, раз уж мы так встретились, помогла вашим всем отдыхающим найти какие-то добрые случайности в жизни. Спасибо. Ну вот, собственно, наверное, на этом я закончить хотел. Если у вас какие-то вопросы есть... Да, ну, продегустировать, я почему про книжку начал, потому что это издательство «Весь», которое издает и книжки Зеланда Вадима, вот мы с ним там. Вот, и вот я знаю, что Вадим Зеланд, он там как раз разрабатывает всякие присадки, добавки вкусовые, там у него это расписано, ну и так найдете. Но я говорю, что поскольку я не на вкус и ориентируюсь, то я добавками не занимаюсь. Но, в принципе, для детей, конечно, в эту основу можно добавить, наверное, все, что угодно, естественно, из естественных таких продуктов. Нет, может быть и мед, может какие-то соки. Ну вот я знаю, что у Вадима там где-то там есть расписанное. Ну и вообще, значит, эту тему можно там развивать дальше уже каждому на свое усмотрение, чтобы основа была здоровая. А в объеме овса, это примерно стакан берется? Не, я если делаю, если я делаю, то я делаю, ну, наверное, килограмма три беру овса, то есть такой хороший тазик, у меня там, ну, две трехлитровых банки, они стоят в холодильнике прекрасно, то есть вот после того, как он подкис немножко, потом его держишь в холодильнике и просто там по стаканчику пьешь. Ну вот тут уже, наверное, это от вкусов зависит. В принципе, я так, когда вот если сделал, так обычно утром и вечером, ну, наверное, такие вещи лучше, да, так, чтобы воспринять. Вот, ну что. Ну а я так, честно говоря, тут уже не проверял, но просто идет процесс ферментизации, и я не думаю, что они могут как-то, что называется, да, они ухудшаются, и он примерно сохраняет вкус, как и был. Ну, тут вы уже сами ощутите, но не думаю, что там неделями нужно держать. Ну, у меня, допустим, дней 7-10, я думаю, что... Ну что, тогда, если вопросов нет, тогда я вам здоровья пожелаю. Ну и вот, кто случайно вдруг это услышал, да, надо всегда внимательно относиться к такой случайной информации, непрогнозируемой, да, мы не планировали, просто случайно договорились встретиться на несколько минут, так что я, прежде всего, присутствующим хочу, чтобы эта встреча повлияла добрым образом на ваших родных, ваших близких, на вашу семью. Будьте счастливы.